добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба меня зовут трудов сергей я руковожу обучение в нашей компании а также веду для вас этот youtube канал продолжается у нас конечно же ситуация с этим вот дефицитом сахара в пятерочке по-прежнему отпускают людям по 5 килограмм в одни руки недавно я записывал видео чем можно заменить сахар и на первом месте в этом топе у нас был дешевый рис и некоторые комментаторы в комментариях заинтересовались каким образом это делать потому что не все у нас самогонщики бывалые не все знают что самогон можно делать не только из сахара но и еще из множества множества различных вещей и попросили меня показать каким образом и рассказать поподробнее о легком процессе производства рисовых брак и для этого я сегодня пошел в ту же самую пятерочку и приобрел вот такие вот брикетики риса рис тут такой вот стрёмненький где-то поломанный но он был недорогой это был самый дешевый рис вот один вот такой вот брикетик стоит 78 рублей масса здесь 900 грамм то есть даже не килограмм я купил 8 таких вот брикетиков для того чтобы поставить нашу полную бродильную емкость чтобы ничего понапрасну не пропадало ставить я буду конечно же на кодзе ферменты в этот раз мы использовать не будем будем использовать именно кодзе по дозировке будем использовать по одной чайной ложке вот на такой вот брикетик так что на весь этот объем риса у нас уйдет 8 чайных ложек вот этих дрожжей кодзе кодзе это дрожжи плюс ферменты плюс грибок ризопус который помогает в расщеплении наших твердых крахмалистых круп которые мы будем сбраживать они могут работать не только с рисом но и вообще абсолютно с любой крупой которая содержится в составе крахмала в этом нет абсолютно ничего сложного но раз просили показать я покажу и не все знают но желательно в методах холодного осахаривания а использование кодзе это все-таки холодное осахаривание стоит добавить антибиотик у меня здесь амоксицелин можно использовать дексициклин можно использовать амоксицелин амоксицелин я беру потому что его нужно меньше одну вот такую таблетку мы кидаем и мы можем быть уверены что наша брага вообще никогда не скиснет просто эти антибиотики не дадут размножиться пагубной микрофлоре которая и погубит и которая закиснет нашу рисовую брагу и весь этот рис просто будет понапрасну вылет в унитаз один такой антибиотик сделать этого не даст а если вы боитесь того что антибиотик попадет к нам в исходный продукт через два перегона то зря антибиотик никогда даже после первого перегона просто не выйдет из куба он останется у нас на дне куба и будет вылет вместе с брагой вместе с бордой в унитаз но вы конечно же можете не использовать антибиотик это дело ваше решать только вам лично я всегда использую мне не нравится когда что-то может пойти не так а теперь друзья берем весь наш рис берем наши дрожжи антибиотики и переходим на кухню для того чтобы поставить нашу рисовую брагу все начинаем готовить нашу брагу берем по брикетику риса делаем надрез и высыпаем даже перемешивать после каждого пакета я не буду потому что ну какой в этом смысл если рис не размешивается с водой он в ней не растворяется место под шапку я много не оставляю потому что у нас холодное осахаривание быстрых процессов никаких не будет так что и пена образования по идее быть не должно нормально я подрассчитал гидромодуль у нас примерно три с половиной то есть на каждый килограмм риса у нас приходится три с половиной литра воды теперь начинаем добавлять наши дрожжи к коде они у нас не прессованные они упакованы под вакуумом делаем надрез и вакуума больше нет мы получаем сыпучие дрожжи вместе с ферментами вот так вот они у нас выглядят вот видно там и дрожжи и ферменты но начинаем добавлять как я уже сказал нам с вами нужно на каждый брикетик рис по одной чайной ложки дрожжей но я буду брать с небольшой горкой восемь чайных ложек дрожжи друзья добавлены добавляем антибиотик напоминает у нас амоксицелин обычный и давайте немного перемешаем чтобы хотя бы дрожжи распределились рис у нас весь на дне вот таким вот образом друзья готовится обычная рисовая брага сейчас конечно же ставим ее под крышку под гидрозатвор потому что не всем нравится откровенно говоря как пахнут кодзи брожение будет не интенсивное нам нужно будет подождать около двух недель и только тогда нам уже можно будет его перегонять как только брожение закончится я сниму следующий ролик для вас в котором а мы сделаем первый перегон этой зерновой рисовой браги на этом друзья все спасибо за внимание ставим лайки под этим видео подписываемся на канал чтобы не пропустить продолжение пока пока пока